всем привет друзья сегодня жертва маркетинга на канале покашеварим и сегодня действительно выпуск который оправдывает название на сто процентов вот эти соки или напитки от компании о-о-о нар а вы наверно знаете эту контору они там всякие гранатовые соки вот прям в стекле стоят выпускает они мне мозолили глаза долгое время в пятерочке я просто апологет пятерочки я туда часто хожу мне нравится этот магазин ничего не упадет и вот они постоянно по акции то есть что не день то по акции вот эти вот напитки с семенами чья 59 рублей стоит такой напиток довольно эффектный довольно прикольный что-то там вот такое против законов физики в нем происходит семена чья просто плавают в невесомости хотя напиток жидкий то есть нет ощущения что это как кисель и поэтому там все так плавает нет после того как я первый раз купил эти напитки стала происходить магия то есть с ними вообще происходят странные вещи помимо того что я купился на вот это все плавающее магия заключается в том что я купил вот эти три штучки чтобы снять обзор это уже недели три назад было потом под вечер смотрю и чё-то нету не не осталось или на донышке окей дети выпили купил еще раз комплект даже самая ситуация то есть я покупаю этот напиток его выпивают дети к вечеру вчера я детей предупредил не трогать я их спрятал по 10 патчет всякого там вот чё у меня есть в холодильнике чтобы их было не видно и дети не тронули сегодня поэтому складывается у нас обзор давай посмотрим что за напитки 59 короче 60 рублей стоит 300 миллилитров и так что входит в состав вода питьевая сок манго сахар регулятор кислотности лимонная кислота семена чиа и ароматизатор пищевой манго и кстати загуститель гела новая камень тоже входит но ощущение нет что все таки этот напиток прям как-то загущен это очень странный загуститель какой-то не концентрированный так тут тоже ароматизатор пищевой розовая гуала блин и тут и тут ароматизаторы вот я сейчас думаю как отец а правильно ли я делал что позволял детям пить эти напитки да не позволял я не сами пили я не виноват пищевой ароматизатор киме короче и там и там везде есть аромочка и там и там есть тем не менее соки и там и там есть эти семена че семена че это такая штука для зожников для правильного питания типа съел ложечку че у тебя там все настраивалось и прочее по факту это шалфей это семена шалфея которые ну да питательные как и любые другие семена семечки подсолнечные не капец какие калорийные в общем то то же самое и касается вот этих вот семечек че я не буду спорить там ходят какие-то легенды про то что племена майя питались этими че еще кто-то там ацтеки но как бы мы-то здесь а где ацтеки и майя я не в курсе то есть мне кажется что-то с ними случилось я не думаю что из-за семена из-за семян че но все-таки как факт короче напитки пробуем конечно понтов в них больше чем мне кажется по сути учитывая аромочку но тем не менее давай бахнем много разговариваю да оп крышечка щелкнула это хороший знак их надо взболтать и тоже хлопнула киви пахнет киви голова пахнет глава я глава вообще люблю и манго пахнет манго то есть сказать что они очень имеют какие-то химические запахи я не могу то есть довольно сверх свежий такой приятный аромат но легкий ладно давай будем пробовать начнем наверное с киви аромочка семена чьи нет легкое все-таки ощущение загущенности есть но она все-таки напиток скорее жидкий нежели вот киселеобразный но тем не менее загущенность такая совсем еле ощутимая на присутствовал иначе законы физики наверно победили бы семена че они бы напали вниз ну напиток вообще ни о чем то есть если говорить про какие-то впечатления то внешний вид это пятерка дата как это выглядит вот эти плавающие семена а по вкусу это просто попить как бы нормально ничего особенного яркого яркого классного вкуса киви я не чувствую то есть я чувствую какое-то послевкусие вкусе кивушная но никак не вкус киви то есть гораздо проще и дешевле купить обычный киви и его съесть ложкой разрезав пополам вот так едят киви чё-то я не впечатлен вот главу оставлю на потом по той простой причине что я вообще фанат главы когда мы отдыхали семьей в местах не столь отдаленных а я имею ввиду конкретный египет потому что до него недалеко было лететь я там подсел носу главы в египте продавались прям пачки такие мы где-то в шарм и шейхи отдыхали мы эти пачки покупали прям блоками а вы же с тобой же ездили мы не семьей тогда мы с тобой с максом ездили правильно девочки у нас до москве остались помнишь вот эти вот один точно вот дима мы с диму к ездили а офигенный причем москве вот есть продают главы сок но тот другой ли по вкусу он тоже клёвый но другой поэтому оставлю на потом короче гол главе у меня любовь бескрайняя и манга вы черт подери самый вкусный манга опять-таки в египте это не потому что не был нигде кроме египта но тайский манга вьетнамский манга перуанский манга которые вот продаются у нас задорого они просто меркнут по сравнению с манга из египта когда у них сезон манга ну это как бы мое мнение я не спорю но самый сладкий вкусный манга это из египта в сезон зеленый такой ладно давайте манга попробуем банга я отношусь довольно ровно кисло сладко никакой напиток вот я не понимаю это ну то есть наверно осознанно сделано так чтобы это не было чтобы это не было прям кайфово нет а это не кайфово это просто очень проходной вариант за 60 рублей которые наверное я бы не стал еще раз тратить хотя я уже как я и повторюсь потратил много раз по 60 60 и 60 это 180 рублей то что дети выпиваю но детям видимо нравится он он очень легенький такой без всяких без всякой вот этой вот манговой густоты обычно любой сок с манга берешь он густой прям такой но не потому что там загуститель как он геллановая камень короче магеллановая камень а потому что просто сам по себе мангу он такой вот офигенный манга короче мне этот напиток вообще никак не зашел то есть если даже сравнивать манга и киви пожалуй киви как-то по честнее поинтересней то что киви более попсовый продукт сам по себе чем манга ну ладно настало время гуавы который у меня есть определенные надежды по отношению к тороге вот этот свежий вкусный какой-то дынево яблочно грушевый аромат гуавы он конечно присутствует клево мне по запаху вкусно ароматизаторы гуавы делать научились хочу по вкусу как будто медузу проглотил большой комок семян гуавы попал сразу мне в рот это это было несколько странно короче тоже муть ну серьезно это это не то чтобы противно нет это не противно это это вкуснее чем скажем вот соки какие-нибудь да я соки уже давно не покупаю 10 раз говорил соки постоянно какие-то перекисленные какие-то сверх короче прям кислоты в них много какой бы ты сок и не купил там рич фигич там домик в деревне и прочее у этих этих напитков вкус такой более нейтральный то есть он скорее мне не больше нравится чем соки но тем не менее название яркости этих напитков никак не отражает их вкус вот так бы я сказал потому что они скучные каждый из них что манго что гуава штуки они как будто бы вот не до манго не до киви не до глава вот такая история могу ли советовать эти напитки ну чисто так прикольнуться может быть я не знаю если вы хотите попасть в дзен попробуйте поставить напиток и вот так вот наблюдать а может быть семена чаи все-таки опустятся на дно но этого не произойдет потому что загуститель скорее всего других причин покупать эти напитки я не вижу они не особо вкусные и вот и все 60 рублей тратить не стоит лучше купите за 70 рублей какую-нибудь компотную смесь и сварите 2-3 литра компота вот это будет честно и вкусно по-настоящему клёво и вкусно все ребята жертва маркетинга на канале пока шеварим спасибо за просмотр ставьте лайки вот такой вот сегодня у нас обзорчик давайте до скорых встреч крышку делаю чем не закрыть же надо все дети опять их будут читаем мне не понравилось как то что попробуешь я точно как мы тогда хорошо видеть отдохнули боже мой